Готовьтесь к тому, что я собираюсь провести вас через простое, но невероятно эффективное упражнение для привлечения в вашу жизнь изобилия. Позвольте мне сказать, что это не просто еще одно видео по шаблону, нет, это интерактивный опыт, где мы вместе будем привлекать деньги в вашу жизнь. Но прежде чем мы начнем, я должен предупредить вас, это мощные вещи. Мы говорим о привлечении неожиданного богатства в ваш мир, так что приготовьтесь внутренне и готовьтесь плыть на волне финансового процветания. Следуйте за нами через эти четыре простых шага, и вы будете поражены тем, что будет разворачиваться. Мы намеренно не станем выделять эти шаги, чтобы вы были максимально внимательны и сконцентрированы на протяжении всего ролика. Хорошо, давайте найдем вашу зону Зен, ваше мирное убежище от хаоса мира. Представьте это как ваше умственное убежище, место, где вы можете полностью сосредоточиться без каких-либо прерываний. Это место может быть где угодно, ваша спальня, уютный уголок или даже ваш оазис в офисе. И это не обязательно должно быть роскошно, ваша спальня и несколько минут без прерываний подойдут. Ключ здесь – создать свое светилище, где вы чувствуете себя спокойно и сосредоточенно. Мы говорим о том, чтобы освободиться от отвлекающих факторов и погрузиться в энергию привлечения денег в вашу жизнь, так что найдите это место, которое чувствуется идеальным для вас. Теперь представьте себя и свой разум как суперсилу творения. Благословения похожи на волшебные слова, которые могут преобразить все, чего касаются. Это серьезно, это как дать пять вселенной и видеть, как потекут хорошие вибрации. Представьте это как научный эксперимент, о котором вы могли слышать в школе. Как только начинает звучать красивая музыка, растения начинают расти, как сумасшедшие. Конечно, это работает также и с благословениями. Вы поливаете одно растение и благословляете другое. Благословленное процветает, зеленеет и становится живым, а другое как будто застыло. Теперь давайте применим это к деньгам. Да, вы можете благословить свой бизнес, свой кошелек, ваши проекты, даже вашу конкуренцию, потому что вот в чем дело, успеха хватает на всех. Кроме того, если ваш конкурент сильный и успешный, не говорит ли это также и о вашей силе? Подумайте об этом. Все просветленные люди желают благо другим. Если благо для другого – это то, к чему и вы стремитесь, используйте то же самое контролируемое созерцание. Представьте себе другого уже существующим или обладающим тем величием, которое вы для него желаете. Ваше желание для другого должно быть очень сильным, так как через желание вы поднимаетесь над своей текущей ситуацией, и путь от страстного желания к исполнению сокращается, поскольку вы воображаете все то, что испытали бы в реальности. Ведь вы каждый день видите успешных людей где-то рядом. Как насчет этого? Мой друг дал мне листок бумаги, чтобы потом положить его в кошелек, на котором было написано. Я благословляю все деньги, которые я получаю и которые я трачу. И знаете что? Внезапно начали происходить удивительные вещи. Ваша молитва это как бесконечный банкет удивительных свершений, и когда вы делитесь своими благословениями, они сразу же возвращаются к вам. Это как способ высказать благодарность Вселенной за распространение любви. Вы можете спросить, насколько это реально и практично. Я был скептичным, когда познакомился с этой техникой, но, поверьте, она сработала чудесно для меня. Как только я понял силу благословения, моя жизнь перевернулась, потому что и мыслить я стал по-другому. Теперь давайте поговорим о тех трудных временах о любви и вере. Не позволяйте отчаянию испортить ваш настрой. Вместо этого давайте поменяем сценарий и вернемся к магии благословения. Благословите те деньги на вашем банковском счете и будьте благодарны за тот обед, который у вас сегодня был, и ощутите любовь внутри себя. Признавайте изобилие, которое уже есть, а ведь оно действительно есть. Затем станьте конкретными относительно того, что вы хотите привлечь в свою жизнь. Это не о том, чтобы зацикливаться на нехватке, а о том, чтобы сместить свое внимание на изобилие, богатство и процветание. Давайте представим, что сделка не состоялась, или вы потеряли работу. Трудности, правда? Но вот подвох. Все это открывает путь к чему-то еще лучшему. Ведь у Вселенной есть талант выстраивать все правильно, даже когда кажется, что царит хаос. Верить и быть – это неразрывное целое. Начало и его осуществление – это единое целое. Следовательно, то, как вы себя представляете, никогда не может быть слишком далеко, так как близость подразумевает разделение. И если вы верите, то все становится возможным для верующего. Помните, что все развивается точно по плану Вселенной для вашего развития и гармонии в вашей жизни. Не падайте духом и продолжайте испускать поток благословений. Внимательно слушайте. Когда жизнь бросает вам вызов, помните это – все происходит для вашего блага. Даже сложные ситуации, да, часто являются благословением под маской, так что независимо от всего, не давайте отчаянию взять верх. Вместо этого возьмите контроль над своим разумом. Теперь давайте поговорим о том, как использовать молитву для создания финансовой магии. Мы рассмотрели основы, и поверьте мне, сейчас мы собираемся взорвать ваш разум. Мы собираемся раскрыть самое простое и легкое, что вы можете сделать, чтобы привлечь деньги в вашу жизнь. Пришло время приступить к следующему шагу. Давайте активизируем визуализацию и упражнения по молитве. Закройте глаза и давайте пофантазируем. Представьте себя плавающим в бассейне из наличных денег, купюр, монет, все что угодно. Я знаю, это может показаться глупым и детским, но поверьте мне, вы можете быть таким фантазером, каким захотите. Визуализируйте, что вы плаваете в бассейне из денег. Ведь это ваша фантазия, так почему бы и не попробовать? Вам нечего терять. Разгуляйтесь со своей фантазией, так как вы хотите и представьте, как наполняете свой кошелек до предела или складываете стопки денег на свой банковский счет. Почувствуйте возбуждение, бурлящее внутри вас. Подумайте серьезно о том, насколько здорово это чувствуется, ощутите хрустящую текстуру купюр в своих руках. Повторяйте эти визуальные образы в своем уме, как если бы вы обновляли страницу своего банковского счета и видели все эти огромные цифры. Теперь сделайте глубокий вдох и медленно выдохните, почувствуйте, как вы все больше и больше расслабляетесь, представляя, как деньги текут к вам. И прямо рядом с вами стопка наличных или мобильный банковский счет. Там все, что вам нужно, и даже больше. Вы чувствуете вкус возбуждения, представляя точно, как вы их будете использовать. Может быть, это покупка своей маме замечательного автомобиля или приобретение своего уголка рая с новым домом. Визуализируйте себя, держащим эти деньги, тратящим их и превращая свои мечты в реальность. Вы видите это или чувствуете? Если вы чувствуете это, то добро пожаловать в мир изобилия. Но если нет, просто отпустите все ограничивающие убеждения и дайте волю своей фантазии. Поверьте мне, вы не пожалеете. Визуализируйте и верьте, что все, что происходит в вашем уме, происходит в реальной жизни. Потому что, когда вы верите, что у вас уже есть деньги и изобилие в вашей жизни, вы чувствуете определенный подъем. Это как влюбиться в деньги. Каждому человеку следует найти способы, наиболее подходящие, его характеру, чтобы управлять своим вниманием и сосредотачиваться на желаемом состоянии. Оставаясь верным своему видению, вы создаете устойчивый ментальный настрой, который придает реальность вашим представлениям, превращая их в конкретные факты в вашем мире. Помните, что то, что вы видите, когда смотрите на что-то, зависит не только от того, что там находится, а от предположений, которые вы делаете при этом. Следовательно, предположение об исполнении желания должно заставить вас мысленно видеть мир таким, каким бы вы видели его физически, если бы ваше предположение стало фактом. Ваше желание не направлено на то, чтобы достичь его, оно подтверждает то, чем вы уже обладаете. Это ваше предположение о том, что вы уже являетесь тем, кем хотите быть и имеете то, что хотите иметь. Итак, поверьте, что вы заслуживаете быть богатым. Думайте о том, что деньги льются к вам, а ваш кошелек наполнен деньгами каждый раз, когда вы его открываете. Ваш банковский счет всегда пополняется. Давайте завершим это с большим чувством благодарности. Почувствуйте, как возбуждение начинает бурлить внутри вас. Улыбка распространяется по вашему лицу. Это способ вашего мозга сказать «Эй, это реально». Теперь давайте закрепим это искренним спасибо. Выражайте благодарность. Благодарю, благодарю, благодарю. Даже если единственная молитва, которую вы когда-либо произносите, это «Благодарю», этого уже будет достаточно. Поэтому давайте благодарить за неожиданные возможности, идеальных клиентов, продажи, все что угодно. Благодарность похожа на суперсилу, которая беседует с вашим мозгом, заставляя его думать, что ваши мечты уже исполнены. Давайте закончим сильно, глубоко поблагодарив за деньги, работу, возможности, к чему бы вы не стремились. Вы можете даже практиковать это упражнение в благодарности, когда едете с открытыми глазами на машине или в транспорте. Просто продолжайте повторять эти волшебные слова «Благодарю», «Благодарю», «Благодарю». Давайте поддерживать эту благодарность в движении. Помните, что в основе нашего прогресса лежит работа над собой. Что внутри, то и снаружи. Благодарим вас за просмотр, спасибо за то, что вы здесь, и спасибо за то, что присоединились к нам на этом пути к изобилию. Берегите себя и помните, что благодарность и вера – ключ к осуществлению ваших мечтаний. Дерзайте, и пусть все хорошее сбудется. Субтитры создавал DimaTorzok